Направляясь в центр Олейна, по пути мы заметили Хили Оазис. Вот здесь есть такой форт. Видно, что это старинный форт. Напомню вам, оазисы в старые времена имели стратегическое значение, и они очень тщательно охранялись, защищались, потому что кто владеет оазисом, тот и хозяин в пустыне. Потому что оазис дает жизнь, а без оазиса нет жизни в пустыне. И смотрите, здесь написано, что этот тавер был перестроен. То есть, ну, это ведь, значит, не старая постройка, а как бы реконструированная, переделанная. И здесь видно, что Хили Таур был перестроен на основе руин старой башни, которая защищала оазис. К сожалению, внутрь этой башни нам попасть не удалось. Здесь висит замок. Пойдемте изучим оазис. Здесь оазис, настоящий, действительно оазис. И посмотрите, действительно тут настоящий сад, вся зелень, красота здесь. Это все натуральное здесь растет, это все не искусственное. Смотрите, обратите внимание, основание ствола, да, вот у пальмы. Если в Дубае вы посмотрите, там возле каждой пальмы шланг с водой, орошение искусственное. Здесь все естественное орошение, то есть, вся зелень здесь, естественно, выросла в естественных условиях. Система орошения в оазисе выстроена очень интересно. Я недавно смотрел фильм. Вот эти вот, видите, здесь бетонные такие желобки, как раз по ним течет вода. И вот там вот эти, они открывают вот белые перегородки, их поднимают и тем самым распределяют потоки воды. То есть, если эту перегородку закрыть, то открыть, вода попадет туда. Если одну закрыть, другую открыть, то вода пойдет совсем по другому пути. Вообще это место выглядит заброшенным, ни охраны, ничего. Туда вглубь идет какая-то дорога, сейчас мы проявим туда, посмотрим, что там интересного. Территория оазиса довольно большая. Мы обколесили его на машине, есть на что посмотреть, действительно поражает, впечатляет. Так много зелени, пальмы в основном финиковые. И смотрите, вот это пятна, это как раз финики упали из пальмы. И здесь их просто раздавили, наверное, машины проезжали. Вот косточки лежат, то есть это действительно настоящие финиковые пальмы. И смотрите, давайте зайдем внутрь, тут калиточка такая, прямо пронумерована. И вот в канале течет вода. Теперь спустимся по лестнице вглубь оазиса. И посмотрите, какая здесь красота. Здесь тень, прохлада. И прямо вот такое ощущение, что действительно находимся где-то много-много лет назад. Путники путешествовали по Эмиратам. Зашли в оазис передохнуть, покушать фиников, попить воды. И на самом деле это потрясающее место для фотосессии. Здесь никого нет, пустына, спокойно, тихо. Вы можете приехать сюда, сделать отличные, потрясающие снимки. Посмотрите, какая здесь чистая и прозрачная вода. Наверное, она оттуда из какого-то источника течет. Может быть, она даже питьевая. Но мы рисковать не будем. И вам тоже не рекомендую пить я вам эту воду. И сейчас я покажу вам, как работает эта система орошения. Вот эту перегородку поднимаем. Ой, что-то она идет очень туго. Короче, я ее поднимать не буду. Потом там вода. Вот, смотрите, вода потекла, потекла вода туда. Но ее можно вытащить полностью, поднять. И тогда вода пойдет туда. А здесь вот это место можно перекрыть. Вот так берем, перекрываем. Вставляем сюда перегородку. Здесь все перекрывается, вода сюда не течет. И вся вода уходит туда. Вот, в принципе, так эта система орошения работает. Давайте мы здесь закроем за собой, чтобы вода лишний раз не уходила. А вот этот канал сухой, его полностью перекрыли. Но земля и трава здесь все вокруг влажная. Кстати говоря, эта стена, она уже современная. То есть новые постройки недавно сделали. Видите, да, что она сделана из современных блоков. Вот современные материалы здесь идут. А вот там, вот смотрите, смотрите, вот там руины старого крепости, старого форта, наверное. Сейчас мы обойдем с другой стороны, посмотрим еще, что там можно разглядеть. И посмотрите, мы здесь нашли место. Вот тут сохранился кусок старинной стены. Вот такие стены здесь и были много-много лет назад. Смотрите, это похоже как будто глина и солома. Дубай – это очень современный Эмират. И в нем вы такую старину очень сложно найти. А здесь вот в аллее не прямо вот очень-очень близко, очень доступно. И смотрите, прямо вот внизу там лежит урожай фиников, свежесобранные финики. Тоже я еще такого не видел. И здесь в центре Азиса мы видим руины. Наверное, это тоже была какая-то крепость, какой-то форт. Может быть, здесь были какие-то жилые помещения. Пойдемте зайдем внутрь. Может быть, даже здесь был рынок, кстати. Потому что Азисы, они были таким стратегическим местом, куда люди стекали со всей пустыни. Возможно, здесь был рынок или остановка какая-то для караванов. Будьте осторожны, здесь все очень хрупкое, может упасть на голову. Ничего не трогать лучше, а просто пройтись посмотреть. Да, похоже, здесь было что-то типа стоянки. Видите, тут прямо видно отдельные комнаты, прямо амбразуры. Может быть, это какие-то были типа кошки. И здесь тоже внутри видно, что был сад. То есть, сохранилось несколько деревьев. Обратите внимание, опять же, деревья растут естественно. То есть, они берут влагу из-под земли. Никаких шлангов, никакого искусственного орошения здесь нет. И там вдалеке мы видим еще кусок старинной стены сохранился. Но, пожалуйста, будьте с ними аккуратны. Они очень хрупкие и рассыпаются буквально от одного прикосновения. Поэтому не ломайте здесь стены, относитесь бережно. Это место явно не для туристов. Похоже, сюда заезжают только местные. И поэтому все знаки здесь на арабском языке не дублируются по-английски. Кто из вас хорошо знает арабский язык, напишите в комментариях перевод, что это означает. «Музыка»